Добрый день! Сегодня мы вам расскажем и покажем, как собирать теремок. Начнем с того, из чего он состоит. Комплектация. Миша, доставай. Получается, вот так будем рассматривать двухметровый. Две рамки. Двухметровым это две крышки, две фрамуги. Раз, два. Дальше. Стеновая панель. Вот такая их тоже две. Вот. И торцевая часть. Она сейчас у нас универсальная идет, как перегородка, как усилитель и как торец. Ну и соответствующий поликарбонат нарезанный. Первое, что мы делаем, подготавливаем торец. И коньки с тягой. Вот такая вот. Значит, первое, что мы делаем. Мы просверливаем отверстие саморезом. Оцинкована вся труба. На торцевт надо просверлить отверстие под крепление. Достаем. Значит, еще нюанс один по торцам. Один торец из раскроя идет цельный лист. Видите, он уже закреплен. Крепим саморез. Крепим на торцах. Значит, кровля саморез петь с половиной на 19 с шайбой. Вот в отверстие, которое вы просверлили. Вот так вот положили и вложим поликарбонат. Вторая часть торец хоть как идет из двух половинок. Пленку снимаем и крепим. Приготовил лист. Пленку защитную сняли. Пленка защитная с двух сторон. Обратите особое внимание. С одной стороны к солнцу. Покажи, Миша. Вот с одной стороны, видите, просто прозрачно. Это внутрь. С другой стороны с надписями, с логотипом. Это к солнцу. В подготовленные заранее отверстия прикручиваем саморез и вторую половинку уложим также. Она внахлёст делается, вравнивается и прикручивается. Видите, все легко и просто. Раз, получается у нас торец. Главное в процессе монтажа это подготовка. Потом уже все легко и просто делается. И ножом обычным канцелярским лишнее обрезается уже по дуге. Также снизу мы рекомендуем ставить перфоленту наклеивать для защиты сотки и одевать торцевой профиль. Как вот здесь, смотрите, уже на готовом торце. Видите, наклеена перфолента и один торцевой профиль. Если вы делаете фундамент из бруса, брус нужно размером, он ставится в замок в шахматном порядке. Из остатков у нас. То есть нужно 1.1300, один кусок и два куска по 1.300 и два по 2 метра. Торец у нас готов. Сейчас мы покажем, как прикручивать стеновую. Вот такую вот стену, торгон стеновой, он сварен в виде рамы. И вот просто берем пять с половиной саморезов и прикручиваем. Ничего сложного нет на два самореза. То есть внизу два самореза и вверху два. Вот готово. Рамка стоит. Теперь с другой стороны ставим также торец в такой же последовательности. Крепим второй торец в такой же последовательности. Выравниваем. Ничего сложного нет. И с другой стороны так же. И вот это делаем еще. Р joins вам это. Отлично. все каркас собран сейчас его к фундаменту раскрепляем помощью самореза отверстия для крепления видите как видите просверлены по две штуки с каждой стороны саморез миша покажи какой саморез вот такие большие саморезы 5 на 70 цель на по дереву выровняли каркас раскреплен еще два самореза с торцами следующий получается у нас этап тяпка нанеси тяпку надо раскрепить верхнюю тягу которая которая будет крепиться на вот такая себя представляет с двумя пластинами приваренными с двух сторон тоже так же все по месту что торцы универсальная труба приварена на угол вот чуть-чуть ее надо ниже делать вот так вот теперь с этой стороны получился у нас собранный теремок сейчас следующий этап мы крепим раскрепляем на стены поликарбонат подготавливаем также как на торцах отверстия не было между поликарбонатом и нержавеет будет оцинкованная труба но все равно этим же саморезом который идет в комплекте просверливаем для крепления поликарбоната главное подготовиться сейчас боковушка тут также лучше поставить торцевой профиль снизу с перфолентой сверху с торцевиком чтобы не было острых краев подготавливается на стеновую панель одевается торцевой профиль снизу надевается с перфолентой влага уходила сверху одевается просто торцевой профиль чтобы не было острых краев все аккуратно и красиво сейчас мы эту панель пишут и готов ставим на стенку готова давайте уже заранее просверлены отверстия 5 еще плене на себя то есть распределяем ровно чтобы с каждого края нормально так и прикручиваем заранее просверленное отверстие стена готова как видим высотой она у нас идет 500 высота общая теремка 1500 ширина 1400 габаритных размеров стеновая панель практически раскреплена видим заранее подготовленное отверстие закручиваем саморез три с половиной на 19 шайбой стена готова сейчас приступаем к монтажу с другой стороны также готовим сверлим отверстие одеваем профиль это получается так красиво каркас собрали установили обшили торцы стены начинаем фрамуги значит на фрамуге нужны вот такой винт в комплекте идет м8 поликарбоназии небольшие дырочки железе они уже есть накручивается сразу же гаечка получается работает винт как шпилька как шпилька кто ключиком убитой сейчас подтянется все это дело ключиком на 13 другой стороны затянуто готово другой стороны будет все по-другому то есть ставится фрамуга винт подтягивается сейчас фрамуга берется давай с той стороны миш с одной стороны фрамуги обратите внимание отверстие для крепления поликарбоната просверлены с этой стороны одели с этой значит сначала накручиваем гайку стопорную контур гайку оттягиваем вставляем и теперь надо вкручивать берем пассатижи и биту крестообразную все готово получается у нас вот фрамуга раз 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 вот все так открою ну калюня открою я вот она так открывается сейчас будем устанавливать вторую здесь она будет ложиться поликарбонатом опираться и все на конструкцию готово так что вот запомните узел сначала 1 винт с одной стороны потом 2 по месту получается шарнир крепим лист поликарбоната он идет размером 200 на метр двадцать пять здесь крепеж идет у нас шайба и саморез здесь ничего сложного нет здесь отверстие уже храмуга есть на месте уже главное когда будете ставить их не переверните другой стороной вовнутрь также здесь будут одеваться вверху ленты с профилем и ставится вот такая ручка все готово и обкручивается так же будет с другой стороны то же самое крепление цепочек для опрокидывания должно быть в натяжку для чего вот этот упор ставится и вот здесь видите чуть-чуть надо вверх натянуть поднять раз и вытащили и закрыли закрывай вот так фрамуга закрыл если вы хотите для проветривания подымаем за ручку все очень просто ставим вот такой п-образный упор немножко в натяг раз все и она стоит уже жестко никуда она не перевернется за счет цепочек если будет сильный порыв ветра крепление очень простое здесь саморез только здесь вот хитрость 1 есть на закрепить его изнутри под трубой с почки соор по 40 сантиметров ложится и здесь изнутри такая такой вот получился упор для того чтобы фрамуга открывалась вот так нужно вырезать с каждой стороны вот так вот такие прямых углы поликарбонате поликарбонате здесь ставится а где резиночки миша резиночки ставится вот тут под конек вот такие резины чтобы не протекала не вода и сверху ставится вот так конек вот такая резинка то есть поровнее глянь дай я поставлю такие в комплекте резиночки идут аккуратно резиновые и ставится конек и с другой стороны сейчас все это раскрепится по-другому больше никак чтобы был конек устанавливаем уподняющие резинки чтобы вот это щели не было вода то не попадала раз саморез и с другой стороны то же самое перемешать крови и закрой так открывается ставится упор и можете проветривать растить все что угодно с другой стороны сейчас тоже самая процедура как и с этой 1 подкладывается резинка главное не забываем что надо вырезать прорезь что поликарбонат не мешал открывания храмуги ничего сложного нет также на этой храмуги также устанавливаются цепочки и упор и парник готов практически собран теремок практически собран во всем мы рассказали главные тонкости это вот этот узел чтобы видите опускался поликарбонат внутри и работал и монтаж цепочек сначала устанавливается укосина и потом в натяжку ставится цепочки прикручивать изнутри трубы снизу прям вот как вот здесь еще раз окончательно расскажем про теремок теремок значит шириной метр сорок высота стены 500 миллиметров высота общая полтора метра значит коньковый узел состоит из уголка и связи верхней которая соединяет но ты сейчас не видно она там двух торцов двух стеновых панелей верхнего конькового узла упоров и фрамок помеша опусти его вот смотрите сейчас просто одной рукой приподнимает как бы чтобы натяжение снять раз убирает прогон то есть упор и закрывается вот так вот все теперь парник готов получился аккуратный надежный и красивый парничок называется теремок собирайте наслаждайтесь выращивать урожай смотрите наше видео ставьте комментарии пишите палец кверху и будет у нас удачи всем пока а а Субтитры сделал DimaTorzok